Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз. Большинство из вас знает, что я очень редко играю в шутеры, но сегодня я решил сломать хребет этой традиции и сыграть в один из своих самых любимых шутеров, это Call of Duty Modern Warfare. Третья часть, всё очень серьёзно, как щетина этого парня. Мы не видим его лицо, но я уверен, что оно полно боли и отчаяния, потому что, блядь, ребятки, война это не шутки. Сзади много дыма, видимо, кто-то курит травку, очень такую забористую. Но этому парню всё равно он спортсмен, он мужчина, он думает о любимой, которая ждёт его дома. Но не важно, так, поиграем мы выживание, да. И выберем какую-нибудь карту посложнее, потому что на первых лёгких картах можно хоть 30 волн сдержать, и тогда видео будет идти, блядь. Вот, не, хотя, видите, вот я пизжу про 30 волн. 13 волн я сдерживал, но, тем не менее, это довольно-таки долго, это можно и, блядь, 30 минут играть, даже больше. Так что сыграем какую-нибудь такую, такую тяжеловатую, чтобы вы увидели, что я умею играть в шутеры всё-таки. Вы все говорите, что я херово играю в пес, в фифу, но в шутеры я играю, ай, как бог. Так, какую бы карту выбрать, блядь? Тут все карты какие-то, не знаю, какие-то угрюмые, смотрите, какие-то танки некрасивые. Я вообще не люблю так милитаризм, ну вы поняли, о чём я. Тут вообще какая-то помойка, какая-то труба страшная, нет. Тут, мне кажется, цыганский табор жил во главе с главным их Ашотом, Карбом. И какая-то газелька стоит, но там, где газельки, мы все знаем, там живут всякие джигиты, которые возят всех круглыми сутками, ладно. Вот мне тут одна карта пригляделась, она называется Фален. Как красиво, Фален, типа упавший. И на ней мы видим какой-то прекрасный такой, какой-то южноамериканский городок. Так что, скорее всего, тут мы найдём какую-нибудь бразильскую шлюшку с огромной задницей, как у Нуймара, например. Я не говорю, что тёлка Нуймара шлюшка, она с огромной задницей, я от этого имею в виду. Что ж, сложность сложно. Звучит довольно-таки, короче, как в тавтологе. Что ж, ух, я жму. И начинается загрузка. Довольно-таки длинная загрузка, в течение которой мы можем обсудить то, что мы видим на экране. К сожалению, почему-то правая, левая часть экрана чёрная. Видимо, тот, кто рисовал этот загрузочный экран, он, видимо, пират. И у него нет левого глаза, то есть под повязкой скрывается его дыра там. Но, блядь, почему нельзя было нарисовать весь экран, что так сложно, мне интересно это было сделать. На правой части экрана мы видим какие-то развалюхи. Ну, типичная русская машина, например, вот слева, у которой нет крыши. Или вот справа ещё более-менее симпатичная машинка, я бы себе такую взял бы. И горит дом. Все это очень горит кошкин дом. Все мы помним сказку, в которой дом какой-то там... Точнее, нет, а не море. Море в какой-то сказке тушили пирогами, блинами. Такой пиздец. Такая норма. Вы представьте, чтобы море тушили пирожками и блинами. Это кошмар. Так, вот мы упали с неба, у нас в руках... Супернова. Бюро... А, БОРО. Потом, блядь, БОРО по той... Мы в России, оказывается. Ну что ж, у нас есть нож и пистолет. Чтобы выжить в России, ножа и пистолета, конечно же, мало. Но мы постараемся как можно дольше держаться, потому что мы же... Что за старый пердашвили. Так вот, нас сразу же уже прижимают. Я... Них... Охренеть, я играю без звука, чтобы вас не смущало, сука. Ну, ну... Как всё сложно так. Короче, я играю без звука, чтобы вас не смущало, не отвлекал звук. Но это очень тяжело, если честно, оказывается. То есть, я не могу понять, с какой стороны меня окружает, с какой стороны меня дрюкают. Вперёд, вперёд, вперёд. Мы на второй этаж забежали, и опять нас встречает этот дед. Пиздец, ориентируемся на... Охренеть, да что ж такое-то, кошмар. Со всех сторон меня прижучили просто эти террористы. Отойди от меня, хулиган. Ой, боже ж ты мой, да... Такого приёма я не ожидал, конечно, тут... Так, тут мы будем хитро ждать. Сука! Как же я не люблю перезарядку в играх, то есть это очень сложно, это очень напрягает все мои нервы. Боже мой. Как мужчина, дерись, что ты из-за укрытия на меня так выпрыгиваешь? Всё, лох, ты готов. Сопротивляешься ещё? Ну что ж... Умер, как Иисус. За наши грехи у него потекло из пердака. Боже ж ты мой, как всё сложно-то оказывается. Так, у нас накопилось 1416 баксов на эти деньги. Ничего не купишь в России. Все мы знаем, что в России деньги улетают очень быстро. Ну что, блядь, за Тарантас? Блядь, ну и тачка. Ну, конечно... Я не ожидал, что я окажусь в России, то есть я случайно эту карту выбрал. Так, эта машина может взорваться, насколько я знаю. Всю механику игры Call of Duty. Остается играть три, ой. Короче, через секунду нам уже пиздец. Нас уже будут напрягать новые и новые ребятки. Слава богу, мы хоть одну-то волну-то отстояли. Так, где они? Вот, видим, что они появились на нашем маячке. Так, первые. Так, первая жертва. Первая жертва готова. Так, с одним мы справились. Отлично, ребята, я вас поздравляю. То есть мы прошли курс молодого бойца... Борца, бойца. Курс молодого борцухи. Ай! Опять вы, откуда вы беретесь-то, боже ж ты мой? Лоб в лоб, на таран иду, на таран. Как все герои Второй мировой войны. Но нет, я как трусливый пес убегаю далеко-далеко. Потому что у меня совсем мало здоровья. То есть, ну... Все знают, как здоровье регенируется в Call of Duty. То есть, тебе в лоб выстрелили, блядь, из танка. Ты отбежал в укрытие. И все, и ты здоров через секунд пять. Было бы так в жизни. То есть, например, напали на меня гопники. Я так отсиделся. То есть, они мне такие... Пихнули финку в бок. Я такой хуяк за угол. Прыгнул. Вылезаю из-за угла, уже здоров и цел. Блядь, почему меня атакует МВД России? Однажды, после выпускного в школе... Точнее, после последнего звонка. Меня забрали в ментовку, но... Неужели все это до сих пор они... За мной следят, эти твари. Это МВД гребаная. Беги ко мне, сладники мои. Готов. Еще один готов. Вот. И мы отбились от второй волны. Я вас поздравляю с этим. И... Мне кажется, нам пора поменять пушечку. Потому что с этим говном мы далеко не уйдем, мне кажется. Я не хочу сейчас далеко уходить. Потому что видео будет тогда очень длинным и затянутым. Но... Хотя бы волн пять держаться, чтобы... Чтобы вы увидели, что я боец. Просто не въебаться. Просто... Джон Рэмбо. Я нажимаю на F. Вот. Автоматы. Так, что бы взять? Что бы взять? Блин, какая-то одна херня, если честно. Ой, ладно. Вот эту вот давайте возьмем. Так, и уже, уже... Вот только мы зашли в магазин, сразу же уже... Нас собираются атаковать. Вот. Теперь у нас два. Два автомата. Можно жить, наконец-то. Опять выдаст... Что это такое-то? О! Барбос! Барбос! О, боже мой, он сейчас взорвется! О, короче, вот песика бомбануло, и он... Пропал почти, что без вести. Еще один пес, но этого мы сразу ликвидировали. Бабахнуло. Че, лох, сам себя почти подорвал. Да откуда же вы... Ты... Вся армия России против меня ополчилась просто таки. Чем я заслужил такое в отношении, я не понимаю. Что? Чем я проникнулся? Я запустил всего лишь обычную... Игру шутерочек. Обычный. Останет меня пес. Ну ты и барбосин. Так, 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 он сейчас взорвется, надо убегать Так, нет, так, да, все Мы успели, мы успели, слава богу Вот в окошко-то есть кто-нибудь, за кем-нибудь Подглядывать, но тут одна кора Видимо, это жена погребника А, неважно, неважно, неважно Так, а Нападай на меня, нападай на меня, умри Сука, умри Вот я, нихуя, он даже после смерти в меня стрелял Кто-то настоящий боец МВД России Не зря Блять, ну вы идиоты Просто втроем в лоб, в лоб на меня Прут, придурки И вот, слава богу Мы завершили очередную волну Довольно-таки успешно С чем я вас и поздравляю Ой, боже ж ты мой, боженьки, боженьки Так Угу Ну, так, так, короче, мы не будем ждать Пока там Нам дают какое-то время на передышку Я без передышек херачу просто таки, как настоящий Настоящий боец Террористы-смертники, держитесь подальше Я слышал только что, что мне сказали, что нас Сейчас будут драть террористы-смертники Так что нам надо быть аккуратнее Так, что это сейчас было? Что? Умри, умри Канина грёбанная Так, ещё один Суки-брёдки Сколько можно меня атаковать уже со всех сторон? Я уже не знаю, где мне можно спрятаться Спокойненько посидеть Покушать Пирожочка какого-нибудь Там с картошечкой Ещё одна собака Затрахали меня Барбосы грёбаные Умри, умри, террорист И тебе недолго жить осталось Курва Бомбанулся этот парень, короче Так Мочим, мочим дальше, короче Так Ох Когда же это Вот Детская площадка Ну хотя бы тут Нас не должны трогать Ну Хотя я помню, что в детстве На детские площадки, где я играл Частенько забегали собаки Но они, блядь, были без бомб И они не хотели меня взрывать Они хотели со мной поиграться Иной раз они хотели меня укусить, конечно Но не настолько же, как эти вот Гниды Суки Со всех ебучих сторон Там какой-то Самолёт летает Не знаю, что он там Где-то Это, видимо, который скидывает бомбочки всяческие Я устал, ребята Война, она, блядь Она Изнуряет меня Какие-то чувачки в шапочках Таких, гопнических То есть я знаю, что гопнички Одевают шапки такие вот Чтобы Если вдруг Во время пивной пьянки У них начнётся Битва друг с другом То Они смогли бы Этими шапками Смягчить удары Умры Ох, боже ты мой Прям почти, почти Нас Завалили Но мы Мы справились с этим Слава богу Не будем ждать следующей волны Так Сразу же, сразу же Переходим к бою Так Блядь, вертушка Охуительно И из чего мне её бомбить? Сука Так, так, так Нам, короче, нужна Это самое Что? Блядь, ещё Мало того, что Вертушка Так ещё и Со всех сторон Меня Дрюкают С дробовичками Парни Ой, да Красиво живём Однако Где, где? Нам Ну Завод Чего? Нет, нет Я хочу жить Завод В А, ворон Я думал, воров Затрохали вы меня Боже мой Когда живут мне Сейчас Ещё один пёс Что за грёбаный Бармалей Пожа Всё Отмучился наш герой Наш Соуп Мактай Что новый Лучший счёт Мы убили 58 человек Сделили целых 2 хэдшота С чём я вас и поздравляю Чувачки В общем, это была моя такая Военная вылазка Не знаю Если вам понравилось То можете В комментариях Писать Типа Там Антон Сделай ещё там Видосы по другим шутерам Там По Медалов Хонор Там Баттлфилд Например Не знаю Ладно Всем удачи Всем пока С вами был рядовой Чейз До свидания